Кто бы мог подумать лет 70 назад, что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее. Картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап. Возникновение этого стиля часто связывают с периодом Второй мировой войны, однако историки и искусствоведы говорят, что его корни гораздо глубже. Учитывая, что это явление очень такое специфическое и необычное, то в Истоке, можно сказать, начинаем исследовать гораздо раньше. Это еще конец 19 века, когда начинается рост городов, урбанизация. В Америке появляются всевозможные новые издания, и поэтому появляются совершенно уникальные, новые для того времени журналы для женщин – Life, Cosmopolitan. И, соответственно, в этих уникальных нуждах художники создают новый образ женщины. Особенность пинап – это, естественно, наличие сюжета, в котором присутствует такая легкая, случайная неприкрытость, не случайная даже для самой красотки зачастую, открытая сексуальность. Пинапе как бы не приветствовалось несколько позже, разве что уже начали художники показывать какие-то, в общем-то, укромные детали, обнажать саму героиню. Но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот легкая, интересная сюжетная линия, которая позволяла зрителю самому домыслить, в общем-то, дофантазировать, что же там скрывают наряды героини. В этот момент так вот появляется пинап, и, конечно, это прежде всего вот такие вот действительно прекрасные, уникальные женские образы, которые художники могли видеть и вокруг себя. Это чаще всего в качестве моделей были и жены, и сестры, какие-то знакомые этих художников, мастеров, и многих из них было и профессиональное в том числе образование. Пухлые губы, тонкая талия и широкие бедра пришлись по нраву молодым мужчинам. Прообразом девушки американской мечты стала подруга художника Чарльза Гибсона. Именно его рисунки первыми обрели популярность. Именно его женщины стали основоположницами этого стиля, хоть они и имели достаточно британские взгляды, но в их образах присутствовала все-таки вот эта вот невероятная привлекательность и сексуальность. И, в общем-то, только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто о своей сексуальности. Новый образ прекрасной девушки, соответствующей американской мечте, поэтому внешне она должна была быть идеальной, стройной, прекрасной, очень красивой. И можно сказать, что, в принципе, фотография в этот момент как бы немножко отходит на второй план, так как в иллюстрации всего этого идеала, этой красоты достичь было гораздо легче. Угасающая в мирное время популярность портретов пин-ап вновь возникает в 60-е. Правда, жанр в этот момент претерпевает изменения. Женский образ становится более реалистичным, талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь. Сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации. Так, например, при виде мужчины героиня теряет нижнее белье. На постерах появляются реплики и диалоги. Игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки. Сам вот этот вот прекрасный образ девушки, он казался слишком идеальным. Многие девушки, наоборот, пытались соответствовать ему там, чрезмерно пытались похудеть, то есть быть такими же идеальными и прекрасными. Поэтому в какой-то период пин-ап немножко переходит на другой этап. И, соответственно, появляются более такие комические ироничные сценки, где уже фигуры становятся немножко иными, другими, соответственно. И поэтому, да, нужно было как-то вот от этого отходить. Ну, а после рекламщики начали использовать его, ну, понимая вообще, в общем-то, привлекательность у мужчин, да, популярность, начали его использовать в журналах, позже в фильмах, вообще, я не знаю, на рекламах таких, в рекламах таких популярных брендов, как Coca-Cola. И уже больше в 60-е годы он, ну, не соответствует своему такому основному, основным задачам, основному направлению, все-таки не показывая, да, какую-то чрезмерную откровенность, а больше как-то заманивать, больше как-то иронизировать и действительно больше извлекать человека. Был пинап и в Советском Союзе. А поскольку секса в той стране официально не было, на плакатах изображали отличницу, спортсменку, комсомолку. Две идеологии в своих работах совместил художник Валерий Барыкин. Жанр советский пинап с успехом отражал социалистическую действительность. У нас в советское время как такового пинапа, конечно, не было. То есть были совсем другие женские образы, наверное, такие менее ироничные или откровенные. Все-таки у нас была как бы другая натура и другие цели и задачи у художников, в целом у общества. Женщина советского пинапа – это не такая, наверное, раскованная женщина. Это женщина больше выступающая за… Ну, конечно же, она выступала за свободу, но свобода в получении образования, в получении какого-то… в получении карьеры, да, в том, чтобы это была женщина-мать, опять же. В общем-то, она была более таких скромных настроений. Поэтому в основном, когда уже, наверное, Россия восприняла западно-американский пинап, они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое. Поэтому больше, наверное, все-таки мы говорим о 21 веке, о сегодняшних днях, когда русские художники пытаются ну, как-то действительно создать образ современной девушки, тоже вот в реалиях какой-то вот американской культуры. Еще одно знаковое имя в жанре пинап – это имя художника Джорджа Петти. Именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы. Художник Джилл Элфгрен работал в жанре пинап для знаменитой рекламной компании «Кока-Кола». Своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник Арт Фрам. Пинап-девушку размера «Плюс» впервые изображает Дуэйн Байерс. Художников на самом деле большое количество, и художники пинап на самом деле исключительно занимались пинапом и получали за это прекрасные гонорары, в общем-то. Если говорить конкретно о классическом пинапе 30-х, 50-х годах, то это, конечно же, художник Варгас, да, которого можем здесь видеть Джилл Элфгрен работа, которые как раз у нас здесь представлены. Поэтому вот в основном, да, они работали в таком узкоспециализированном жанре, они именно только этим и занимались. Ну и сейчас как бы есть такие художники, которые тоже себя всецело посвящают пинапу, но, конечно, гораздо меньше уже. Я пробовала себя в различных иллюстрациях, но как таковой пинап не стал моим главным стилем. Но, опять же, настроение пинапа, да, то есть его идея, она, безусловно, прослеживается в моих картинах. Насколько вы знаете, я пишу любовь, и там, в общем-то, без откровенных деталей зачастую никуда. В наши дни стилем пинап вдохновляются модельеры, фотографы, дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы. И, несмотря на то, что стилизация пинапа отличается от оригинала, характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопицей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но, если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц инфицирующих попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосались насекомые. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснул. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам, для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые 3 суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лайм-баррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин для того, чтобы не развелось в дальнейшем такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Это доксициклин, юнидокс. С этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту. Они уже в зависимости от возраста назначат правильную профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает эритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это эритема, это кольцо может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот эритема. Это как бы главный признак клещевого бриллиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без эритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк. И иной раз даже не связывает что-то заболевание именно связано с укусом клеща. Поэтому, если вас, милый бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал, наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями Центра России входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них две тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более двух тысяч человек. То есть, в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но, несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением. То есть, пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита. То есть, около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники. Но опять я приехала на свою дачу. И опять вам расскажу кое-что. Но вот сегодня мне хочется вам рассказать немножко о газоне и немножечко о хвойных растениях. Посмотрите, какие у меня красивые туи. Такая стена необыкновенная. И можжевельники, и туи. Они у меня растут прямо не по дням, а по часам. И такая прелесть. Но газон у нас раньше был необыкновенно. Просто необыкновенно красивый. Но так как мы строили дом 6 лет, здесь все вот так вот было, понимаете. И когда мы построили дом в этом сезоне, весной, мы решили возобновить свой любимый газон. Без газона просто нету сада. И с чего мы начали? Во-первых, дорогие огородники и садоводы. Вот если вы начинаете возделывать газон, то не надо сразу с газона начинать. Надо построить дом, если вы его не построили. Надо провести дорожки, дорогу. В общем, деревья высадить, кустарники высадить. И только тогда приступать к возделыванию газона. Как его начинать? Ну, во-первых, если у вас много сорняков, а их всегда очень много, нужно немедленно обработать гербицидом сплошного действия, чтобы все сорняки уничтожились. Иначе у вас красивого газона не будет. И чем? Обработали гербицидом сплошного действия. И через 12 дней, то есть через 2 недели, у вас ни одного сорняка нет. У вас не только надземная часть сорняка погибнет, но и он пройдет в корневую систему. И когда гербицид доходит до земли, он расщепляется. В земле фактически его нет. Но все равно после обработки надо ждать 12 дней, чтобы уже начинать сеять газон. Сорняки убрали. Затем берем штыковую лопату вручную. Мы вот все это вручную делали. Копаем на глубину штыковой лопаты, комья все разбиваем. А если какие-то корни попадаются в ведерочко или в бак и в костер сжигаем. И после этого, когда мы все перекопали, мы разбрасываем удобрения. Какие удобрения? Можно взять сложные удобрения, конечно минеральные, где азот, фосфор, калий и микроэлементы. И разбрасывать из расчета 30-40 граммов на квадратный метр. Когда мы удобрения разбросали, берем грабли железные и начинаем с севера на юг, с запада на восток. Вот так вот надо обязательно рыхлить и ровнять. Выровняли. Кажется, все ровно. После этого, когда мы все это выровняли, мы, начиная, берем каток или на ноги одеваем доски, знаете, такие широкие досточки и ходим. То есть мы землю утрамбовываем, то есть мы делаем участок ровненький, ровненький, красивенький. И вот когда мы утоптали катком или при помощи вот этих досок, берем опять грабельки, немножечко порыхлим и приступаем к посеву семян. Вы знаете, семян нужно тратить на один квадратный метр до 40-50 граммов. Вот это где-то, наверное, две полные столовые ложки. Вот. А какие семена? Так как у нас много детей маленьких, внуков, они бегают. Поэтому вначале мы приобрели спортивную, вот пакет спортивной травы, да, крепкая такая. Затем коттедж, затем где там и овсяница, где там раиграс, мятлик, да, вообще травок очень много. И когда у вас много-много будет этой смеси, и у вас газон не только будет такой перламутровый, зеленый, но он еще будет иметь оттенок серебристый такой, переливается. Вот если вы посмотрите, у нас молодой газон, я говорю, с весны мы его возделываем, то уже травка такая переливается серебром. И вот рассеяли, рассеяли. Берем опять в руки грабли и чуть-чуть там заделываем эти семена. После этого, когда вы семена заделали, вы накрываете укрывным материалом. Белым, конечно, не черным. И когда мы это накрыли, ну можно кусками его накрывать. И вот поливаем в течение 10 дней, особенно если жарко. Все время поливаем. Можно вот установку поставить такую дождевальную. Можно излейки, можно из шланга такой нежной струей. В общем, поливаем до тех пор, пока не появятся всходы. А всходы появятся очень скоро. Через, ну я считаю, через 10 дней уже появятся всходы, если земля все время будет увлажненная. Итак, видите, и сразу укрывной материал нужно удалять. Конечно, пока травка такая слабенькая. И когда она вырастет где-то до 12 сантиметров, обязательно до 12, уже тихонечко, аккуратненько нужно скашивать эту травку. Для того, чтобы было сильное такое нарастание зеленой массы, чтобы быстрее росли. Но если у вас, например, вы не накроете укрыным материалом и посевы будете поливать из шланга, то вы знаете, у вас такие плешины будут. Семена смоются неравномерно, где густо, где пусто. Поэтому обязательно поливать только, когда вы накроете укрыным материалом. Тогда только поливать. Ну и вот, и будете косить каждую неделю. Как только травка дойдет до 12 сантиметров высоты, вы косите, и травка должна оставаться высотой от почвы 5 сантиметров. Вот 5. А если у вас старый вот газон, ну так же надо косить, как и молодой. Но вот все некоторые садоводы, когда уезжают в октябре домой, и не косят газон, и вырастает вот такая трава, то весной эта трава, она вся желтая лежит. И они берут грабль и начинают эту желтую траву выдирать. И что получается? Вы выдираете вместе с корневой системой. Поэтому так делать нельзя. Когда вы примерно за неделю, ну в середине октября, например, вы уезжаете, то 1 октября, пожалуйста, скосите газон, и он у вас будет 5 сантиметров. А перед тем, как вы уже через 2 недели будете уезжать, он у вас должен быть не больше 7 сантиметров. Не надо, чтобы он 12-15 сантиметров. Это просто испортите весной весь газон. Конечно, газон должен, самое главное, иметь ровность. Вот это главное, красоту. Для чего нам, вот знаете, говорят, ой, какой у тебя сад красивый. А я, если приду в ваш сад, если кто-то меня пригласит, а меня часто приглашают, я прихожу, она красиво, все цветет. А газона нет. Я говорю, нету волшебности, нету той красоты, когда нету газона. Сад, не сад. Он красивый, но не такой. А когда газон зеленый, изумрудный, и все цветники, и все хвойные растения на фоне газона, они в 10 раз смотрятся красиво. А самое главное, мы приезжаем, вот сейчас так жарко, газон вот я поливаю, и мне дышится так хорошо, потому что влажность, чистый воздух, смотришь на зелень, какая-то усталость уходит, глаза лучше смотрят. И вообще, это какой-то, ну просто рай. Это рай, когда на газоне ты вот стоишь, вокруг тебя деревья, и вот эта изумрудная зелень, она вот понимаете, так успокаивает нервную систему. И так хорошо тебе, и в жару тебе хорошо, и просто все смотрится на газоне красиво. И вообще, дорогие садоводы и огородники, обязательно, хоть маленький, зелененький кусочек, но обязательно посейте газонную, газонную траву. Пусть у вас небольшой будет, но будет. Его можно по всему саду сделать этот газон, а можно прямо вот где-то по центру газон возделывать. Все равно это будет очень красиво. Я надеюсь, после моих слов обязательно будет у вас газон. Ходить по врачам здоровому человеку как-то не принято. Но не секрет, что многие серьезные болезни часто протекают бессимптомно, а потому за профилактику выступают специалисты всех медицинских направлений. Общение с врачами в формате Дня открытых дверей – это и лишний повод задуматься о своем здоровье и возможность более грамотно составить план диспансеризации. Профилактику рекомендую проводить как можно чаще. Раз в полгода, раз в год. Чтобы не было таких ситуаций, как человек ждет, что у него когда заболит, а когда приходит, ему уже ставят какой-то определенный диагноз. Профилактика никогда не помешает. В условиях гиподинамии, в которых мы сейчас находимся, профилактика никогда не была лишней, потому что когда идет застой, он только подразумевает еще большее развитие заболевания. Поэтому в любом случае профилактика нужна. Задача специалистов профтерапевтической клиники – предотвратить обострение и развитие недугов, а также обеспечить хорошее самочувствие пациентам вне зависимости от возраста и накопленных проблем. Остеопатия подразумевает под собой работу спинномозговой жидкости, твердой и мягкой мозговой оболочки, работу в фасциальной цепи мышечных структур, внутренних органов, сосудов и нервных окончаний. Основное направление моей отрасли является именно решение проблем касательно опорно-двигательного аппарата. Большинство времени мы находимся в состоянии гиподинамии, то есть у нас не идет адекватная работа мышц, потому что в основном сидим. Поэтому сейчас, на данный момент, это является очень обостренной проблемой, и она набирает свои обороты. Когда мы говорим о кинезиологии, мы подразумеваем именно движение человека, то есть мы смотрим, как он двигается, как он стоит, как сидит. Мы можем посмотреть некоторые изменения, которые как бы нетипичны для здорового человека, и на этом уже основании делать определенные выводы и уже конкретно работать с той или иной мышцей или группой мышц. Это те органы эндокринной системы, которые выделяют своеобразные вещества, называемыми гормонами в нашем организме. На первом месте, конечно, стоит нарушение углеводного обмена. Это щитовидная железа, которую мы все знаем, которая расположена более близко, и которая доступна, ну и самое главное, нарушение метаболизма, нарушение видов обмена. В первую очередь, бич наш – это ожирение. В программе «Дня открытых дверей» не только лекции, но и практики. Всеми известная фраза о том, что движение – это жизнь, имеет значение для каждого человека. Но люди в возрасте часто не доходят до фитнес-клубов. Именно потому медицинские центры устраивают занятия у себя в родных стенах. Что в результате я вижу после занятия? Когда люди расслабились, разглаживается лицо, расслабляются мышцы, и человек встает радостный. Вот это для меня главный показатель, что йога получилась. Вот. Это в основном. Ну, как компоненты в йоге – это тело, это чувство, то есть влияние на психику, глубокое расслабление ментального, эмоционального плана и возможность к телу самовосстанавливаться. Что мы получаем? После комплекса вот этих упражнений, которые там, руки, ноги и так далее, дыхание, человек больше готов расслабиться, и в этот момент тело, как система мудра, получает возможность целить себя само. Вот в чем ценна йога? Это биомеханика тела. Используется ленточный тренажер. Его ширина – 3,5 см, длина – 4-5 метров, в зависимости от роста человека. Работается мышечным каркасом всего тела, начиная от кончиков ног и заканчивая макушкой головы. Это процесс реабилитации, процесс лечения и профилактика костно-мышечных заболеваний. День открытых дверей в формуле, кроме лекционной и спортивной части, оказался еще и творческим. Свой музыкальный презент подготовили и пациенты, которые за время сотрудничества стали добрыми друзьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова